Показательные выступления морских котиков и невероятные трюки дельфинов. Все это бесплатно увидели 200 запорожских детей. Делятся первыми впечатлениями. Мы приехали в дельфинарию, а сейчас мы играем в автопарк. А что понравилось дельфинарии? Как дельфины делали трюки. После дельфинария все вместе отправились в аквапарк, где малышей ждали мастер-классы, развлекательная программа и фотозоны. Мальчишек и девчонок приветствовали русалки, феи и другие аниматоры. Праздник организован по случаю Дня Семьи. Лозунгом праздника является то, что не нужно ждать 8 июля Дня Семьи. Нужно праздновать День Семьи каждый день, быть любимыми, любить друг друга, любить папу, маму, детей и проведить время весело и качественно. Мы считаем, что все дети являются нашими детьми, и особенно детки, которые не имеют семьи. Мы пытаемся в этот день показать им, что мы являемся единым целым, и они для нас наши дети. Поездка детей в аквапарк и дельфинарий организована по инициативе областного совета и социально ответственного бизнеса. В нашей семье четверо деток, у нас три мальчика, маленькая девочка Эмилия. И мы с супругой не понаслышке знаем, что такое воспитание. Потому дарить радость деткам, которые не имеют возможности, либо с родителями провести время, либо финансовой возможности в семье нету, подарить им какую-то радость. Для нас это, наверное, дело чести, и оно нам доставляет искреннее удовольствие. Вот этот пример, это как раз пример того, когда люди, объединив усилия, могут делать добрые, хорошие дела. И через вот эти дела, я думаю, и мы видим и будущее нашей Украины, и видим решение всех конфликтов. Отдых и радость детям социально ответственный бизнес организовывает не первый год. Это уже восьмой сезон, когда мы приглашаем деток. То есть для нас это уже такая добрая традиция, социальные проекты. Мы решили в этот день, в общем-то, сделать праздник и для деток, которые имеют семьи, и для деток, которые не имеют родителей из малообеспеченных и деток наших защитников Родины. Всего на оздоровление детей льгодных категорий закуплено более 24 тысяч путевок. На эти цели выделено около 15 миллионов гривен на побережье Азовского моря. Два лагеря в Бердянске, один лагерь здесь, в Кирилловке. Дети сегодня имеют возможность отдохнуть, оздоровиться, покупаться. Валерий Калайтан, Игорь Бахиркин, ТВ5.